Насчет абракадабры, да, это хорошая идея, если они согласятся поделиться опытом. Ну вот у меня еще она пока только возникла, у меня просто директор этого всего мой знакомый, и поэтому я еще не дошла до того, чтобы ему написать, но мне кажется, это было бы очень обогащающе. Я не знаю, по какой они методике работают, насколько они заинтересованы в обучении своего персонала, то есть вот это все, ну, просто пригласить его, может быть, на какое-то мероприятие. Мне вот сейчас в июне будет, я так понимаю, где-то на Кому озере писала, по крайней мере, Марина, в соцсетях, что будет какое-то мероприятие. Вот, но пока анонсов я нигде не видела, ну, то есть, я так понимаю, все еще в проработке. Да, много вещей только начинается, и, ну да, хочется качественное сделать, поэтому не спешим. Юлия Мюллер, она не может войти. Ну вот у меня вот запросы, которые кто попросился, я всех впустил. Сейчас еще раз, значит, ей нужно перезайти. Спасибо. 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 Матур Иванова, вы, то есть, не в курсе по поводу мероприятия в июне, которое будет? Нет. На Кому? Просто Марина анонсировала это в Инстаграме, вот, но там никакой информации нет. То есть, там написано, что для учителей, родителей, ну, воспитателей, в общем, для всех, вот. Но что это будет, я не поняла. Нет, пока, пока, наверное, просто желание собраться. Но уже в июне месяце, то есть, уже времени-то не так много остается. Ну, мы целое открытие фонда устроили за два месяца, а тут какой-то просто собраться. Между собой тик, ну да. Просто я подумала, что, ну, если будет информация уже, тогда можно конкретно предмет на человека уже пригласить, и с ним, может быть, тогда выстраивать какую-то коммуникацию. То же самое вот насчет приглашений, то есть, мы сейчас этот лист создаем, лист приглашений, людей, которые мы хотим приглашать, тоже, как бы, нужно понимать, куда мы будем приглашать, на каких условиях мы будем приглашать. Вот, а у нас пока просто еще даже, вот, ну, не закончено оформление юридической фонды, то есть, ну, кто будет приглашать, тоже, пока, опять же, если это личная инициатива, то мы можем своих друзей приглашать, но таких людей, там, как Геральд Фютер, там, ну, вы уж, так, запросто не пригласившись. Ну, там условия достаточно будет, такой, очень высокий уровень будет предполагаться. Вот, поэтому, поэтому, просто пока что-то нарабатываем, какие-то моменты, какую-то информацию собираем, собираем просто базу данных, в том числе, базу интересующихся, теми или иными проектами, которыми мы занимаемся, которыми мы, даже, может быть, еще не занимаемся, но только хотим заняться. Вот, и потихонечку, потихонечку будет из этого проявляться что-то конкретное. Опять же, по мере подключения каких-то профессионалов. Вот сейчас интернет-страница и нашего своего рода профессионал, сейчас будем заниматься интернет-страницей. Уже, даже, более-менее, конкретно, что-то. Для лагерей нужны, с моей точки зрения, нужны финансовые менеджеры, чтобы это было грамотно выристое, охотно на финансовое. Вот. А можно вопрос задать? Знаете, я хотела спросить о том, что можно ли приглашать вот в нашу группу людей, те, которые заинтересованы тоже вот в семейных лагерях, в каком-то, ну, в какой-то такой благостной деятельности, да, но они не были на конференции, да, вот там, то есть в Швейцарии, ну, вот, у них все равно есть интерес. Да, конечно. Можно ли таких людей приглашать? Конечно, конечно, конечно. Именно можно просто тематически приглашать, там, если кого-то, там, просто сама наша вся большая деятельность не сильно интересует, это только, там, семейные лагеря, интересно, что можно просто, там, в лагере добавить, если кто-то, там, кого-то интересует, там, только какая-то определенная тема, там, переводит, сложно, там, переводит. Это обязательно, конечно. Понятно, что, ну, как, более-менее, вы должны иметь представление, что это за люди, что это, ну, более-менее благостные люди, да, которые не начнут, там, в группе, там, заниматься, не понятно, чем, да. Спасибо. Да, приглашайте обязательно в любую группу и в эту группу преданных тоже. Всех преданных, которые интересуются гуманной педагогией, обязательно в эту группу приглашаются. И все в большей группе тоже подробнее. Так что я для сбора интересующихся детскими лагерями, я делаю отдельную группу участников. Потому что там реально люди просто с интернета приходят, которые понятия не имеют. Это как бы такая группа, которая к гуманной педагогике отношения не имеет, вроде как. Да, и что если там какой-то там что-то начнется, но там политические вопросы там начнется вдруг. То это как бы, ну это, там можно будет это быстро совершать и без какого-то там, какие-то там параллели, которые бы связывали с гуманной педагогикой. А еще как бы вы знаете, человек, хотя бы просто по интернету, как бы много, как многих людей, я тоже знаю, по интернету. Мы с Мариной, например, дружили очень много лет по интернету и встретили там всего-то год назад. Так что да, добро пожаловать. Значит, у меня еще один такой вопрос, чисто вот даже технический какой-то. То есть вот есть идея, да, вот этих семейных лагерей, да. То есть, опять-таки же, как он должен выглядеть, семейный лагерь. То есть это, ну, как собираются люди где-то в одном месте, то есть вот типа а-ля пионерский лагерь. То есть для меня это просто, понимаете, я не совсем понимаю, как это, поэтому сейчас переспрашиваю. То есть где люди собираются в одном месте, то есть они там кушают, ночуют, да, проводят какие-то мероприятия, ну, какое-то время, да, и потом разъезжаются. Да, да. И, то есть там формат тоже может быть. Формат может быть разный, то есть мы как бы в нескольких форматах это делали, и, ну, то есть, опять-таки, от организаторов и от публики. То есть это может быть такой экстремальный лагерь в палатках, это может быть такое веоприят, где там все включено, и, конечно, в отеле там люди останавливаются. Просто, опять, зависит от селентуры, да. То есть педагогическую часть можно организовать, что на таком, что на таком, да. Просто на любой основе, скажем так. И для детей, и для других. Да, и, как бы, смысл в том, что там есть предложения и для детей и для взрослых, что в эфире посылают или решет zou заниматься. Потому что честникативент — это breedекeless педагогика, то есть семена воспитания, семена образования. Только честным важен. Как «минич脆ээпидагогики» и так, то есть д needles это будет, да. Родители должны быть людьми как можно больше вместе. Ко можно веселым жизньimar. Поэтому в идеале это вообще какие-то мероприятия, где именно семейные мероприятия, где родители вместе с детьми чем-то занимаются. какие-то такие варианты что где-то педагогом взрослый слушает семинар какой-то там другие вещи которые могут оказаться не очень интересные но для взрослых очень полезны я просто думаю нам по идее надо просто начать потому что столько вопросов и столько как-то нерешенных моментов но когда начинаешь хотя бы что-то уже становится понятно может быть летом организовать действительно палаточный выезд вот на несколько дней просто где-то в центре в какой-то выбрать кемпинг и пробовать потому что это наименее затратное по ресурсам и более такое аскетичное да я тоже хочу чтобы обязательно уже в этом сезоне по крайней мере начать посмотреть опять же мы последний лагерь проводили в девятнадцатом году перед короной и опыт этот будет очень важен для будущего потому что немножко уже по-другому начинать можно вообще там кто-то предложил в группе вообще просто наберем собирал просто на свистину собраться родители дети здесь тоже можно так начать одного дня два дня три дня неделю в палатках ирина вы наслышите да да я слышал связь не очень такая плохая вот ну вот мы сейчас как бы там к лагерям подошли и большинства опыта нет а вот у меня есть немножко опыта у тебя есть много опыта и было бы здорово с этим вольтам сезон уже начать вы уже что-то обсуждали по лагерям или еще буквально такие мелочи что с чего начать скажем так то есть моя позиция это такая что я для себя решили что я буду участвовать там где будет хороший финансовый менеджер который вот эти все вопросы как бы закроет у нас потому что он опыт был такое что не очень получалось по финансам у меня было просто юридически мы тоже вопрос обсуждали что юридически так как у нас родители будут присплюсить вместе с детьми то нам как бы остается на родителях как бы нам ничего там особенно делать из этого ну вот если будут дети приезжать без родителей то те взрослые, с которыми они должны будут приезжать, у них должно быть разрешение от родителей на офис. То есть, опять же, он не на нас, будет на организаторов, на педагогах, а будет на родителей. Ну, вот буквально это все, что мы сказали по поводу на деревья. Ну, ты говоришь, в первую очередь, финанс-менеджер, в принципе, ну, когда мы организовали у нас просто была уже, может быть, небольшая группа тех, кто интересуется, кто хотят участвовать. И было уже место, где мы это будем делать, потому что девушка, с которой мы организовывали, у нее свое родовое поместье, у нее было ну, и здание, и поле, то есть, в этом плане нам не надо было об этом думать, и поэтому, может быть, было все проще. Может быть, да, вот может быть такой вариант, да, просто как бы финансы должны быть в порядке, скажем так. Если есть вот такой вариант, что есть свое место там, свои помещения какие-то, то можно как бы от этого сразу отталкиваться. Ну, то есть, нужен бизнес-план, грубо говоря, да, нужен бизнес-план, и бизнес-план, то есть, я не бизнес-план, я не знаю будет, вот, а это что-то сделать бизнес-план. Нас нужно, опять же, были, где-то было, это, там, астетичный лагерь, либо это в VIP, неважно, как бывает, надо смотреть на территорию, кто у нас хочет собраться, в какое время, в каком месте, и исходя из этого, посмотреть, что у нас есть в наличии, помещение, площадь, и решить, то есть, по финансам, как это поведение. Да, нужен локомотив, в общем, потому что без того человека, кто это будет прям двигать, это сложно. Я думаю, что себе команда нужна, не просто локомотив, нужна команда, чтобы несколько человек скажет свою, какой-то, кто-то там за финансы старо-то отвечает, что-то просто чисто менеджер хорош, что-то педагогическую часть там заботится о ней, и тогда, как бы, вместе это можно, потому что, опять же, если просто собираются берутся родители и дети, и там педагогов не будет квалифицирован, но тоже будет как-то так весело, но мало эффективно. Не, ну, конечно, да. Я имею в виду, что в нашей ситуации сейчас сложилась такая ситуация, что не хватает локомотива. Команда, в принципе, вот она может уже работать и что-то делать, но того, кто, я так понимаю, с финансовой грамотностью, пока не хватает. Ну, вот давайте, знаете, что, так как я понимаю, что от лагеря, правда, отвлекается у многих эта тема, и, может быть, вот на следующей неделе мы с Ириной хотим еще переговорить, у нас как бы был до этого, через 1 раз до 1, по-позже лагеря. И может быть, может быть, мы куда-то через недельку соберемся именно на эту тему, то есть лагеря, и что с ними делать, и как найти локомотивы, и прочие вопросы по лагерям. Нормально, да, я думаю, так будет примерно так, через недельку собраться на эту тему. Ну, а ты думаешь, что в следующей неделе уже появится тот, кто возьмет на себя эту ответственность? Нет, ну, по крайней мере, может быть, он возьмет эту ответственность, может быть, найдется кто-то, кто возьмет, просто, может быть, это нужно проговорить, да, то есть люди, может быть, потому как бы не откликаются на то, что, о, давайте, я этим займусь, потому что они понимают, что нужно делать. А если мы обговорим это, то, может быть, кто-то скажет, о, да, я этим вполне могу займусь. Понимаете? Ну, дело в том, что, ну, меня в любом случае, я же не только лагеря организовывала, то есть у нас были семинары, разные встречи. У нас это было, как тебе сказать, несколько женщин, было сильное желание внутреннее, и чувство, просто чувствуем, что нужно это что-то провести, то есть есть такая потребность, просто интуитивно чувствуем, что вот нужно. И потом начинали, ну, как бы обговорили, несколько согласились с этим, что чувствуем одинаково, и все, и просто начинали действовать. и потом, как бы, если этому суждено, если это Богу угодно, то оно все состоялось, и приходила помощь, и как бы, ну, мы отдельно прям не думали, там, за финансы, то все, то есть как-то все, если это свыше нужно, то оно все происходит, то есть, может быть, нужно научиться немножко, энергии поменялись, а мы уже в другой реальности живем, и не исходить именно чисто вот от финансов, вот если финансами все будет в порядке, вот тогда все состоится, а исходить из того, что чего мы хотим, какая наша цель, какая наша задумка, общий, так сказать, локомотив, куда он хочет толкать, что я хочу изменить в этом мире, или как бы, что хочу привнести в этот мир, какое добро должно от этого пойти, что должно вырасти, что я хочу посадить, какое дерево из этого вырастет, и если это Богу угодно, этот проект представить Богу, то если ему это угодно, то обязательно все просто произойдет, и на наших встречах, то есть праздниках и так далее, всегда происходили какие-то чудеса, что-то, что вообще невозможно объяснить, потому что Бог был на нашей стороне, потому что Он видел, что это зерно, оно плодотворное, что оно принесет добро, что оно изменит что-то к лучшему в этом мире, и поэтому оно все происходило вот так. Я говорю, вот такие вещи, их нужно проговаривать, то есть один пункт, другой пункт, просто я посмотрел работу над ошибками в прошлых лагерях, и я как бы этот вывод сделал, опять же, он же ничему не обязывает, это просто как бы, вот мой вывод, у тебя как бы, вот своя какая-то, свое видение, кто-то еще может что-то там добавить, и вот, то есть нужно как бы двигаться в этом направлении, и все на процессе, надо просто брать и начинать делать это, и поэтому я говорю, что если мы на встречу не были бы собрались, если поговорили на этот счет, то было бы здорово. Ну еще можно, можно если добавить, что самое важное, чтобы та команда, которая что-то хочет организовать, чтобы у них было согласие, то есть у нас, например, четко было понятно, чего мы хотим, мы хотим праздник, мы хотим масленицу организовать, значит, было понятно, что у нас такая-то тема, что это будет в славянском направлении, что я ведущая, что вот эти, вот эти мужчины помогут в этом плане, все как-то, все, каждый понимал, как бы, свою немножко ответственность, и было желание у группы людей, и было понятно, чего мы хотим, ну то есть цель, и если это понятно, и все сердцем этого очень желают, то все остальное подтянется, то есть все другие люди подтянутся, все финансы, все подтянутся, нужно понять, мне, например, ну, что касается лагерей, я это задавала уже один вопрос, какая цель, то есть какой цель, и что это будет за лагерь, поэтому, и финансы, они потом придут к тому, к той цели, которая поставлена, и обозначена, как ты говоришь, которая озвучена, то есть какой это лагерь, для чего, то есть будет семейный лагерь, хорошо, они выйдут из лагеря, что из этого вырастет, что это даст этой семье, что это даст обществу, что это даст нам, какие цели наши, то есть конкретные цели, если это отзовется у каждого, то оно состоится. Да, абсолютно согласен. Дорогие мои, я уже задержался, мне надо бежать дальше, вы можете еще продолжать обсуждать, пока не закончится конференция, вот, а я уже побежал, хорошо, я оставляю все включенным, вы можете еще что-то между собой отсудить, мне, к сожалению, надо убегать. Спасибо вам огромное, за то, что мы были вместе, что ты молодец, слава нашим учителям и до скорой связи. Харикришна. Спасибо, Харикришна. Харикришна, спасибо. Что мы с вами пообсуждаем? А можно пообсуждаем? Ирина, а мне можно, я задам вам тоже вопрос? Вот смотрите, вы как-то выдавали объявление по поводу лагерей, то есть, или, ну, как это вообще происходит? Можете немножко поделиться этим опытом, потому что, ну, я вообще вот сиди сама в таком формате. Ну, первый лагерь, это было давным-давно, уже лет, не знаю, 17 прошло, или когда, когда вот этот лагерь делали. он был такой более стандартный, лагерь еще мы проводили в стиле советском, то есть, как в Советском Союзе было еще там вожатые пионеры, ну, не пионеры, в Германии мы проводили, ну, в общем, в таком стиле, что там отряды, игры, спортивные состязания и так далее. В принципе, здорово было, но у нас был человек, который был при городе, как он называется, как ответственный за детей, молодежь, у него была какая-то такая специальность, поэтому у него были контакты с детьми, ну, и вот именно в этом городе, поэтому проблем не было, у нас там 60 человек очень как-то быстро набралось или больше даже, было 4 отряда, то есть, ну, здесь, здесь, в общем-то, он, так сказать, был ключом к этим детям, но это было без родителей, второй лагерь мы делали вот несколько лет назад, это было во время короны, пандемии, то есть, это были, опять же, те родители, те семьи, которые были, так сказать, и были совершенно не согласны с системой со всем, что происходит, и чувствовали, что их дети очень страдают, и что нужно что-то делать, и мы это проводили, в принципе, нелегально, потому что был полный запрет, ну, и в таких условиях, когда вообще все было под запретом, даже выходить, и так далее, мы все равно проводили на поместье, вот у нашей знакомой этот лагерь, и, ну, он тоже был небольшой, немного детей, потому что в это время, как бы, ну, мы бы засветились просто-напросто, это было больше, с одной стороны, для наших детей, и для тех, несколько семей, которые тоже своих детей отдали, и были счастливы, что они в это время, как бы, увидят нормальную жизнь, скажем так, и поэтому, ну, и поэтому, как бы, так прям планировали, чтобы мы, да, я планировала потом финансы, но, это все как-то было уже дополнение, а не прям цель, вот как-то так, вот это, вот это два лагеря, которые, ну, в которых я участвовала, ну, сама в детстве только участвовала в лагерях, ну, а так были другие семинары, праздники, там, ну, тоже много организационной работы, но у нас в основном начинало все с маленьких праздников, там, по 10 человек, со знакомых, потом, когда праздник понравился, соответственно, это распространялось, и потом приходило еще больше, еще больше, и, и так сказать, ну, там, до 60, до 80 человек праздник проводила, одна хороводница может только 60 человек брать, но я брала до 80, и оно, оно как бы, потом, когда эти люди приходят, я просто брала их данные, мы организовывали, группу организовывали, чтобы все были в контакте, если будет следующий праздник, чтобы они знали, где что, ну, и потом сами люди подтягивали друг друга, скажем так, я писала там объявление онлайн, что тогда-то, тогда-то состоится, сколько будет стоить, если плюс, что принести с собой, ну, так вот, и такое объявление рассылалось, по группам, там, люди передавали, кто хотел, и они потом просто звонили, кто хочет прийти, писала список, кто будет участвовать, я потом, кого людей уже знала, просила, так, ты вот это можешь принести, ты вот это можешь участвовать, ты хочешь вот эту роль взять на себя, уже обговаривала заранее, ну, и все, и потом давала им слова, тексты, там, музыку, и все, и так вот шло. Здесь, в этом лагере, я, видите, я в этой группе, как бы, новая, и поэтому, я не совсем понимаю, это будет больше, как бы, для, для кришнаитов, что было, как бы, для их детей, или это будет для всех, будет это, какие-то определенные темы, именно, уклонно, какие-то темы, там, семья, ну, там, еще что-то, или это вообще просто, может каждый участвовать, все, кто заплатят, и просто отдохнуть, скажем так, неделю, мне вот это непонятно, потому что, ну, что прежде, чем вкладывать свои силы, энергию, прежде, чем подтягивать людей, мне нужно, дать конкретно, четко знать, для чего я это делаю, и интересно мне это самой, или мне это неинтересно, то есть, если это просто будет чисто какое-то развлечение, для кого попало, с кем попало, то есть, мне это вряд ли будет интересно, то есть, если это будут люди, которые хоть немножко, ну, интересуются уже как-то альтернативным обучением, ну, там, даже Аманашвили направление, или ведическое направление, или еще что-то, то тогда мне это более интересно, тогда я уже знаю, хорошо, я вкладываю свои силы, из этого что-то вырастет, ну, и тогда мне это интересно, и тогда, тогда я готова, так сказать, ну, распространять это, или участвовать, или силы свои вкладывать, и так далее, и так далее. Ну, как я понимаю, это все-таки будет более такой, масштабный проект в плане, ну, задумки изначальной, если о лагерях говорить, да, то есть, мы хотели выходить с гуманной педагогикой на, как бы, большее количество семей, но только семьи преданных, в принципе, у нас есть эти лагеря, уже они, есть точечно где-то, в Симхачаламе есть, у нас проводился, вот, подвисба одном, мне кажется, было бы очень здорово именно создать что-то, поставить на ноги, не привязанное к конфессии, с одной стороны, а с другой стороны, то, что несет именно эти ценности, то есть, ну, ценности гуманной педагогики, вот, и просто не привязываясь к религиозному какому-то пути именно возвращивания духа, то есть, это духовная общность семьи, чтобы семьи приезжали туда и вот сплочались, то есть, есть такие, мягкая педагогика, там именно тоже, когда, ну, на контакт, получается, контакт родителя с ребенком именно нацелено, чтобы этот контакт, он углублялся, вот, ну, и здесь, в принципе, идея-то та же, насколько я это понимаю, поправьте меня, скажите, направьте, как вы это видите, Юля, вас видите. Таня, спасибо огромное, ну, знаете, на самом деле, как бы, масштаб, ну, как бы, сама идея, амбиции-то у нас большие, конечно же, ничего не могу сказать, да, чтобы все охватило полностью Германию, ну, вообще, в принципе, в Европах гуманной педагогики охватило, на самом деле, сейчас вот о том, что мы сейчас говорили, да, то есть, что, Матхури Валов сказал, что очень хорошо было бы, хотя бы с того дня, на один день, ну, кто может, да, так, ну, как бы быстро сгруппироваться, да, так это, ну, может быть, вот, действительно, как кришнаиты, да, хотя бы просто попробовать, а что из этого выйдет, чем это, ну, как это будет вообще выглядеть, просто попробовать, ну, хотя бы там, вот день, может быть, выходные, может быть, вот длинные будут выходные, да, ну, как-то, где брюкан-тага, то есть, можно будет, там, на несколько дней куда-то выехать, тот же самый поход, знаете, у меня сейчас вот такие просто идеи, да, можно было бы есть, занимать, да, и тот же самый поход, мне кажется, это было бы тоже очень интересно и увлекательно, вот, и вот еще один момент, который у меня, знаете, такой, это, что как то есть, они есть, да, достаточно в разных регионах, вот, ну, мне кажется, что у них достаточно такая не очень высокая цена, в принципе, но есть кухня, есть где спать, и, в принципе, вот есть такой момент того, что мы могли бы спросить хотя бы там какое-то количество стимей, где-то, где-то я не могу спросить, дорогая здесь, юманс херберги, это эти, как их называют, ну, то есть уже учреждения, то есть они в разных точках раскиданы, вот, то есть это помещение, там, большой актовый зал, там, есть место, где спать, есть место, где, где помыться, то есть, ну, какие-то такие, ну, такой, очень-очень такой, ну, провизоришь, но, тем не менее, это есть, вот, и можно было бы, наверное, у них поспрашивать, то есть, если они там уже не, а узги бух, да, допустим, я знаю, что под Нюрнбергом есть хорошее место, и они не, ну, цены, конечно, не очень заламывают, вот, можно было бы с этого тоже начать, когда могли бы хотя бы точечно, где-то в своих, и у вас, ну, такие вот у меня сейчас просто идеи, да, возникают, я, признаться, тоже с деньгами не особо дружу, я их умею только тратить, активно, вот, поэтому очень понимаю, вот этот момент того, чтобы действительно рассчитать бюджет, и действительно, ну, как озвучить цену, да, сколько это будет стоить, так, чтобы это было действительно, ну, как бы не, разочарование после этого лагеря, чтобы такого не было, вот, поэтому такие вот моменты, ну, то есть, вот сейчас просто себе, знаете, так на заметку беру, то есть, я знаю, кого я еще приглашу в группу, потому что у нас в Мюнхене, у нас учительница младших классов, наши ядрые девочки, то есть, я их всех приглашу сюда, в нашу группу, вот, и приглашу еще одну семью, потому что они тоже заинтересованы в этих моментах, вот, возможно, мы все-таки найдем того самого, локомотив, как сказала Таня, который сможет, по крайней мере, финансовую сторону, да, более-менее реальнее увидеть, нежели, чем мы. Но опять-таки, такие же цели, именно сплочение семьи, насколько я понимаю, да, вот, и прививание вот этих ценностей, ценностей высшего вкуса, в вашей, и в айшнавах у нас практикуются, да, высшего вкуса. Знаете, я предлагаю, может быть, мы возьмем, вот, следующим шагом, несколько дат выберем, вот, даже три дня купы, пусть это, мы вот делали лагерь на четыре дня, не надо замахиваться на неделю сразу нам, потому что, ну, мы вот делали при храме, то есть, у нас было помещение, у нас было все, да, вот, и то было сколько всяких разных нюансов, в том плане, что каждый, кто ведет какой-то кружок, ну, кто-то берет на себя больше, и он просто выдыхается за вот эти три дня уже, ну, в плане организации, то есть вот разделение обязанностей и так далее, вот, то есть если мы говорим, что мы берем, просто делаем первый, вот такой, трубный шажок для себя, некоммерческий, ну, то есть мы вот на самоокупаемости, просто берем для наших детей, выбираем там три дня, когда мы могли бы выехать, и думаем дальше, смотрим, то есть начнем с собственных семей, а там уже, я думаю, это все, подтянется дальше, вот, просто цель понять, делаем мы сейчас в нашем кругу для преданных только сначала, и в каком объеме тогда тут гуманная педагогика, в каком объеме у нас, ну, вот эти вещи нужно просто прописать, может быть, мы тогда в чате это, ну, сделаем следующими шагами, потому что действительно, вот как сказала, простите, я имя не расслышала, у меня благо мира стоит, а кто... Ирина, 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 простите, вот, просто вот как вы сказали, да, когда есть уже конкретно куда, чего и как, тогда, точнее, куда и чего, тогда найдется любое как, вот, если мы будем понимать, ради чего мы это делаем сейчас, то есть вот мы делали лагерь для деток, наши ядры только, вот, и оно получилось, ну, и было тоже много плюсов там и минусов, вот, но сейчас вот мы столкнулись с тем, что просто люди, ну, не хотят больше вкладываться вот так вот, там есть я и еще одна амата, и вот мы тянемся на себе, и мы поняли просто, что мы тянуть на себе все это, ну, не в силах, по объему, вот, а если будет группа уже там человек 5-6, уже можно реально говорить о чем-то, вот, и сделать просто мини-лагерь качественный на 3 дня, но очень с хорошим наполнением, с духовной общностью, и там уже, допустим, вайшнавская это будет тематика полностью, или же, мне кажется, это, ну, можно как-то вот все обговорить, как вы думаете? Ну, это будет на самом деле проще, потому что чем меньше, людей, тем проще договориться, и найти помещение проще, да, сначала начать с малого, да, то есть, у нас тоже есть такой опыт, что мы проводили тут лагеря, в нашей ядре, я под Ляйцегом, каждый год, кроме двух лет, мы постоянно проводим, но это проще, да, когда ты знаешь, кто, и там 5-6 человек, действительно, семей, и как-то все организовано, здесь просто нужно, сейчас вот действительно, я поняла, что в помещении собирается, да, цели как бы понятны, сколько человек, ну, охватить, я не знаю, сколько, ну, может быть, 50, да, я не знаю, надо посмотреть, кто готов, вот, и найти уже помещение, как вы, Юлия, сказали, вас там уже есть, да, может быть, просто созвониться и спросить, какие вообще цены, какие условия, ну, насколько человек рассчитанный, действительно, вот просто сейчас таким методом узнать, где можно разместиться.